Если кто-то в волшебную лампу Аладдина когда-то смотрел, там ходил с примерно такой колотушкой сторож, и кричал, что в Богдане все спокойно. Всегда интересно, обязательно поколачиваю сторож колотушку, почему? Вариантов нет? Чтобы боли всякие, развивались и услышали, что идет... Ну, понятно, да, еще диких зверей говорят о пуде, но еще сторожей же всегда нанимают. Соответственно, пока колотушка сторожа стучит, значит, сторож работает. Как только колотушка сторожа не молчала, значит, сторож где-то, собственно говоря, прикорнул и где-то отдыхает. Ну, наши, здесь два вида такие баракасики. Одни вот это, в Новгороде, сплетенные, очень красивенькие, из лозы. Внутри, наверное, троп насыпано. Это наш воронежский мастер, ажурные такие белые, внутри абрикосовые косточки. Ну, собственно, прицеп воняния, да, и, собственно, как управляем музыкальные коробористы, я тоже знаю. Шерпунки называются, погремушки, наше название простое. Соответственно, иностранцы маракасами называют. Различные виды трещоток. Трещотка наиболее древняя, скажем так, чем примечательно, что трещотка найдена в раскопках в Великом Новгороде. То есть, где-то с 10 по 14 века, какую трещотку в Новгороде наши предки использовали. Как использовали? То ли именно как музыкальный инструмент, то ли как ту же воронежную сторону. Тут есть варианты различные. Но, в этом случае, этот инструмент был, и его наши предки использовали. Трещотка южно-русская. Ну, это вы все видели. Редкий фольклорный ансамбль. Без такого музыкального инструмента у нас сейчас обходится. Главное, специфический звук. Инструмент обрядовый, как я читал, говорят на Украине и Белоруссии, до сих пор используют в свадебном обряде. Поэтому, кто замуж или женится будет, значит, нечистую силу от жениха с невесты отгоняет именно этот музыкальный инструмент. И третьим трещоточком, это трещотка круговая. Не могу сказать, где она использовалась в быту. Есть мнение, что птиц побегал по огороду, соответственно, птиц распугал ребенок. Сейчас очень активно продолжает использоваться этот инструмент, не забыт. Если кто-то любит спорт и смотрит биатлон, то обычно биатлонная трасса вся не имеет такого инструмента. То есть, это инструмент еще действующий и данный. Вот. Ну, набор бубильчиков. На него тоже набирают. По звуку себе подбираете. Бубильчики, колокольчики. А на что оформляете, это уже ваше, так сказать, творческое у нас вот такое требование. Ну, естественно, ложки. Дело в том, да, опять хотел сказать, что я не этнокров, то есть я не занимаюсь этнографией в чистом виде, да, не ездим в экспедиции и не показываю то, как было на самом деле. То же самое касается, я и не музыкант. То есть, 7 лет назад я к музыке не имел никакого отношения, поэтому музыкантом я стал поневоле, потому что делая музыкальные инструменты, ну, нужно, собственно говоря, проверять, да, какой инструмент получился. Поэтому потихонечку-потихонечку и начали музицировать. Ну, с ложками тоже все очень простенько, пальчики поставили между ними, ну, и далее получили специфический такой звук. Ну, естественно, что у нас есть виртуозы игры на ложках, ну, каких-то коленцев не выделывают. Стоит только потратить некоторое количество времени, и любой музыкальный инструмент может вот из примитивного превратиться, ну, в нечто. Ну, и, естественно, делать и отходилось у нас в быту без такого предмета, как рубель. Славянский, всегда смеемся, многие говорят, стирали доска. Ну, в советское время действительно была широкая доска ребристы, на которой стирали, поэтому первые впечатления у народа вот еще, они помнят, как стирали, поэтому вспоминают. На самом деле, некоторые, как говорят, славянский утюг, то есть им гладили ткань. Вот. Но на самом деле, в нашем понятии утюг, это когда ткань разглажена, и она без складочек, ровненькая. То есть, рубель эту функцию не выполнял, ткань была грубая, носить ее было неприятно, поэтому после стирки ткань, чтобы стала помягче, ее надо было так потрепать. Поэтому на круглую палку наматывали ткань, и рубели, по столу покатали, побили ее, она стала мягкой, одели, пошли носить. Вот. Ну, а звучит, собственно говоря, достаточно интересно. Ну, все понятно, что это ритнические музыкальные инструменты, и служит, собственно говоря, для украшения музыкальных произведений. Вот, ритма. Мы использовали, я все не вывез, если кому-то побольше коллекцию, то милость прошел городской дворец культуры, там, большая часть инструментов осталась там, все вывезти невозможно. Поэтому использовали косы, пилы, печные, заслонки, ну и все, что под руку покладется. То есть, у меня вот, мама вспоминает, что Горкомаринского отбивали, а не вот под заслонку, печной, потому что барабана нет, а под что-то стучать можно. Вот. Ну и с ударными музыкальными инструментами, собственно, закончили, и переходим к следующему. Типу музыкальных инструментов, это духовые. Духовые здесь представлены уже более, скажем так, широко, и есть чрезвычайно простые, примитивные музыкальные инструменты, которые не дают возможности еще как таковую исполнять музыку. Тоже такие ритмические инструменты, но, соответственно, они издают уже звуки другие, не как вот данный музыкальный инструмент. И вот яркий такой музыкальный инструмент, это калюка, травяная дудка. У нас на лугу растет растение, называется дудник. Примечательно тем, что внутри у него нет перемычек. То есть, срезаем ствол дудника, сразу получаем трубу. Ну и сделав это очень примитивненький тут свистковое устройство, не буду вдаваться в подробности, Остается только нижнюю губу или язык направить внутрь ствола, верхнюю сверху приложить и подуть. Легонечко. Если подуть посильнее, то мы получаем звук выше. Ну и, собственно говоря, можем так перепрышечки делать. А снизу есть отверстие, мы тоже его можем закрывать, открывать, и, соответственно, тоже и этим способом тоже менять высоту звука. Ну, скорее всего, бытовал он, мы не знаем с каких времен, потому что, естественно, о таких инструментах не сохраняются письменные источники, на картинах их тоже редко рисуют, да. И, естественно, что в земле тоже не хранится, потому что, ну, понятно, трава долго не пролежит. Поэтому мы можем судить только о том, ну, что вот зацепили. Вот Калюку этнографы успели случайно поймать, студенты возвращались в двух деревнях. Одна в Белгородской области деревни, вторая в Воронежской области, одна в Большой Посередине. Вот там были в 1980 году целые ансамбли Калюкуков, то есть мужики на Калюках продолжали ансамблями играть. Вот. Ну и в бытовом применении, так сказать, есть рассказы о том, что когда покос начинается, дальние покосы далеко, часа два входа или час, не важно. Вот. Соответственно, мужики, чтобы скучно не было идти, они бегут на лук, режут дудник прям сырой из него делают, состраивают между собой, и на следующий день, когда идем на покос, уже начинают играть на Калюках, покосом ритм отбивают, пришли, покосили, ну и, собственно, Калюку домой вернулись и Калюку выбросили, потому что больше не нужно. Вот. Ну и, собственно говоря, сейчас мне нужны будут два человека, желательно мужчины, на Калюках, которые играют, с которыми мы сейчас пойдем на покос. Вы сильно не переживайте, если я зову, значит, я сейчас в течение нескольких секунд научу, как пользоваться музыкантом. Один есть, еще один нам нужен. Да, эта конструкция, она упрощает, дело в том, что языком или губами там не у всех сразу получается, поэтому есть такая штучка, она называется пыш, но вот пыш, он имеет скосик, он сам воздух направляет, поэтому на этом инструменте играть легко, чтобы мы как-то страшно, не боимся выходить. Пора, да, я же не начну дальше экскурсию продолжать, пока у меня не уберется ансамбль. Вот. Ну и, конечно, нам может быть еще один человек, который вместо косы будет отбивать ритм. Можно сидя, но кто-нибудь чувствует ритма. Есть кто в музыкальную школу ходит, кто закончил музыкальную школу. Самый важный момент. Да вы не случайтесь, ничего тут страшного нет. Ну, да, 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 да Мы сейчас, девушка, начинаем по косе отбивать рельгу Мы с вами, значит, слушаем Начинаем подстраиваться Слабим Хорошо, теперь посильнее Сильнее А еще сильнее Ну хорошо, теперь делаем вот так Так, а теперь играть будем не так вот Чтоб воздух у нас не заканчивался А так ритмично Как будто плюем Все, хорошо, мы готовы Только смелее Так But Держи Идешь и пойдешь Пу-ку-ку-ку-ку-ку hani 21 Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть у нас вот здесь есть пять стволиков, то есть каждый ствол имеет свою ноту. Длинный ствол – низкая нота, а короткий ствол – высокая. Соответственно, набор можем делать какой угодно. Примечательно, что на стоянках первобытных охотников, у нас в Воронежской губернии в том числе, насколько я знаю по информации наших археологов, на двух стоянках найдены костяные флейты по 8 штучек. Собраны и, говорят, были связаны. Поэтому можно говорить о том, что первобытный общинный человек уже, собственно говоря, на таком инструменте пытался изобразить какую-то мелодию. Ну а так все очень просто, пробовать кто-нибудь опять. Потому что если сыграть, то ансамблем мне бы желательно. А чтобы ансамблем, нужно хотя бы в одну дурочку, чтобы кто-нибудь вот так был. Тут все очень просто, прикладываем вот так и вниз воздух направляем. Ну первобытный умел играть, я думаю, что мы в 21-м веке тоже можем освоить в одну дурочку. Ну, кто? Ну, давай, да, можно не ходить, могу, да, можете выйти, выходить долго, я прям вот так передам. И еще один человек кто-нибудь. Не, где открытое, где открытое, дуем туда. Вот так саим. Отлично, вот уже есть, найдите там так. Пониже чуть-чуть и опустите. Пониже? Не может. Вот там, ну запомните, ну кто еще попробовал? Какие выродки забрали. Я думал, у нас активная публика сегодня будет, а вы что-то, брать, стесняетесь. Вот, 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 есть. Соседей можно там дать кому-нибудь. Соседей у меня получается. Есть, да? Вот у кого получается, ему дайте. Вот. И еще один человек может тоже, вот в это попробовать. Ну, вы что-нибудь. Ну, давайте. Вот, вот так. На Руси, говорит, играли только женщины исключительно. Ну, мы традиционно. У мужчин лучше получается. О, здесь хорошо. Потратим некоторое количество времени. Я нашел человека, у которого быстро получилось. Сейчас разучиваем партию. Партия будет такая. У вас партия. У вас, у кого одна. Вы дуйте очень аккуратно, вот так. И все. Хорошо. А мы дуем, значит, так. Сейчас я рассказываю. Здесь сложнее. Дуем сюда. Раз, два, три. 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 И опять. Отлично. Все. Мы, собственно, готовы уже. Ансамбль. Значит, будет одна партия, вторая и третья. В три партии играем чистушный нагрош. И на кугиклах очень красиво звучит. Готовы? Я у вас одну. Четыре я слышал, а по одной пока нет. Ну, ладно. Хорошо. В общем, как можете, создавайте нам фон. И. Я что-то потерялся. Все. Аплодисменты нашим участникам. Вы, главное, не бойтесь. Я вас, на что-то страшно смотрю, я их называю там двойница, двойчатка, двойцеватка. У нас как-то вот почему-то, ну, у нас была Прималов, пытался классифицировать его двойную и назвать зверейную. А вроде одинарную, вот, с обелкой. Ну, как-то это не прижилось, поэтому каждый называет кто-то как хочет. Мне вот там двойница, двойчатка или просто двойная. Сразу становится все понятно, почему двойная. Вот. Из свистовых музыкальных инструментов остался вот такой очень интересный инструмент. Называется окарина. То есть делинейная свистулька, это окарина. Но у нас есть свистульки просто игрушки, когда наугад сделаны ноты, отверстия, да, и мы просто меняем высоту звука. Поэтому дети обычно, то, что на улице обычно продается, это вот такая игрушка. Ну, а как музыкальный инструмент, нужно, чтобы ноты звучали. Поэтому я вот, когда в Новгороде это покупал, я на слух это сложно, поэтому с тюнером ходил и вот смотрел, чтобы ноты были чистенькие, чтобы потом можно было как-то использовать. вот это, говорят, традиционная новгородочка. Здесь три ноты всего, да, но уже все равно ноты звучат и очень красиво. Вообще окарина делают и очень большие, со звукорядом, ну, сложно очень делать. Я когда-то пытался, у меня даже свисток не получается сделать, не выходит. И вообще у меня есть знакомая женщина, она вот делает свистульки, она говорит, есть гончары, которые делают шедевры. Вот. На станках, на гончарных кругах, да, просто лепят, ну, великолепная вещь, а вот свистульку из-за него не получается, ну, как это свои технологии. Вот. Следующий музыкальный инструмент, пока не дошел, да, дизычковый, ну, вы где-то его все прекрасно знаете, да, видели обязательно, ну, а многие слышали, он у нас, в последнее время у нас этот инструмент стал очень гулярен, наравне с диджириду, почему-то вот народ пробил на диджириду, сидеть, похудеть, ну, и плюс играть на варгане. Ну, опять же, на варгане играют, как, то есть народ его воспринимает, как это магическое, магический музыкальный инструмент северных народов. Вот он что-то, наверное, там, что-то там связано с шаманизмом. На самом деле музыкальный инструмент у всех народов Европы распространен, на Украине он называется зубавка, на Руси варган, а, соответственно, у северных народов хамус. Вот. Ну, и играли на нем, соответственно, у нас, как я уже сказал, здесь все русские народные музыкальные инструменты. Ну, так он вот не звучит, тихо, да? Чтобы он зазвучал, нужен резолутор, поэтому зубам прижимаем. Ну, варганы найдены, опять же, в Новгороде, то есть наши предки в Великом Новгороде, но варганы играли в свое время. Ну, и есть, я всегда рассказываю, я когда в школе учился, я этот момент очень, вот когда просто пришлось заниматься и уже с варганами столкнулся, вспомнил, что у Некрасова есть стихотворение «В дороге» называется. Не знаю, помнит кто-то, изучал или нет. Когда Евщик везет барина, а барину скучно, и он говорит, Евщик, песню что ли спой, а то что-то я тут загрустил. А Евщикам отвечает, самому мне невесело барин, сокрушила злодейка жена, виштость молода барина, она в барском доме была учена, вместе с барышней, разным наукам, на варгане играть и писать. То есть в барских домах девушек учили вот играть на этом деколином, так сказать, музыкальном инструменте. А с чего он делает этот варган? Ну это кованый, то есть это латунная, я так понимаю, окантовка, это я не сам делаю, ну а и такой язычок, тонкая, каленая, вибрирующая пластинка для жестких. Я сейчас покажу, дело в том, что этот варган, опять же, у нас многие музыкальные инструменты, они из металла, металл используются, но был момент, когда металла не было, кузнецы еще не научились его из руды, так сказать, говорить, поэтому, а варганы уже были, вот, и варганы были сначала они такие, гербунки, полностью деревянные, то есть берется тоненькая щепочка, видите, да, на ней вырезается вот такая конструкция, у меня тут малек подразвалилась, но не важно, функционирует, и наша задача какая, видите, язычок тоже бегает, то есть если его так подергать, то мы заставляем язычок вибрирует, но опять тихо вибрирует, поэтому если мы углубим, здесь не нужно к зубам прижимать, просто рядом с артом. Кстати, вот там звук струны, это от чего у нас? Куде струны? Ну вот, предыдущий инструмент, варган. Ну, это металлическая пластинка, вибрирует, и она вибрирует между, видите, двумя, вот здесь видно, да, как она вибрирует, тоненько, она ходит внутри, поэтому колебания воздуха начинает издавать, но там свой специфический звук, а здесь свой специфический. Артем, я меняю высоту, то есть я делаю больше язык рот, меньше рот, и языком иногда вдыхаю так себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!